Итак, начнем, да, с короткой мысли Мусара. И мысль сегодня такая, что сказано в Торе, сироту, вдову и пришельца, не притесняя, потому что сам был ты пришельцем в земле Египта. Да, это шмот 22-20. Так вот, как будто бы Тора предвидела психологическую защиту человека, который будет хотеть миницировать себя с агрессором. И предупреждает нас от этого, потому что даже освобожденный раб в потенциале может превратиться от худшего из тирана. Слышите, какая идея, что, к сожалению, вот так устроен мир, что, казалось бы, да, что человек, которого в армии били, и он страдал от дедовфины, когда сам станет, что называется, дедом, так не должен поступать. Но все ровно наоборот. Наоборот, они самые агрессивные, те, кого сильно обижали, они сами становятся страшными, самыми страшными. Человек, который, наоборот, там, в детстве страдал от каких-то насилий от родителей, казалось бы, должен вырасти и, наоборот, избегать этого. Но очень часто, наоборот, он проявляет насилие своим детям. То есть, как вот, к сожалению, вот и так вот. Поэтому Турак говорит нам, ты был пришельцем, и не вздумай притеснять пришельца, потому что психологически человек как будто бы хочет занять, вот он помнит, хочет как бы не то, что отомстить, но вот в нем это есть. И история следующая, к сожалению, плохая у нас. Плохо очень видим текст, поэтому будет тяжело немножко. Итак, Инференский Гаон не занимал никакой официальной позиции касательно, да, в общине. Не занимал официальной позиции в общине. И все логические вопросы были передаправлялись к Рабиш-Мойлю, официальному раввину города. Однажды в пятницу, буквально перед самым заходом солнца, сосед, следующая дверь от Тверенского Гаона, обнаружил, что перепутал какую-то посуду, да. И у него был вопрос касательно кашрута, да, теперь они приготовили уже в этой посуде еду, оказывается перепутали молочную. Какой-то вопрос у него был. И надо было понять, это еда кошерна на шаббат или нет. Теперь было уже очень поздно. И вместо того, чтобы бежать в кровину города, в Рабиш-Мойлю, он решил сказать, я тоже зайду к своему соседу. Веленский, ему тоже вроде неплохо разбирается. Я спрашиваю его, что мне делать. И тогда он отправил своего сына, чтобы спросить, что делать с едой. И Веленский Гаон сказал, что еда префа. Не кошерна. А его жена, оказывается, в это же самое время не знала, что он уже отправил сына. И она побежала, да, поправила другого ребенка. Детей у него было много. Видимо, да. И тот сказал, что еда кошерна. И теперь как бы все. Муж говорит, слушай, милая, надо отсюда избавляться. Он говорит, не-не, все, я узнал, не переживай, все кошерна. Он говорит, как это так кошерна? И тут выясняется, что они оба одновременно спросили, Рабиш-Мойль, Саш, что кошерна? Он сказал, что не кошерна. Да, и тогда семья срочно снова обратилась к Рабиш-Мойлю. Но он их снова заметил, что еда кошерна, переживать не о чем. И тогда Рабиш-Мойль сам пошел к Гаон. И сказал ему, уважаемый женский Гаон, выговорит самый великий авторитет Торы в мире. И скромно сказал, я даже пылью не могу быть при вас считаться. И все-таки я признанный логический авторитет в этой общине. Ну как же так? Почему вы как бы утверждаете Аллаху против того, что сказал я? И поэтому я прошу вас, Еленский Гаон, пойти сейчас со мной в дом вашего соседа на трапезу, чтобы вы поели там ту еду, которую вы сказали некошерно. И это, конечно, будет самым большим проявлением почета к экологическому авторитету, установленному в этом городе. И тогда Гаон на удивление согласился сделать, что говорит Рабиш-Мойль, и согласился поесть еду, которую он сам назвал некошерной. Потому что он сказал, окей, я должен подчиниться мнению логического авторитета нашего города. Только можем ли мы представить уровень наших, глав наших поколений? Ну, по одной из версий истории, тут в скобочках написано, перед тем, как он начал есть еду, у них была канделябра, то есть как бы люстры раньше были со свечами, и свечка упала в тарелку Еленского Гаона и спасла его от того, чтобы он эту еду ел. Но так или иначе, неважно в итоге, съел он или не съел, он готов был это сделать, он пошел, он сказал, да, вообще не вопрос. Да, то есть насколько, насколько скромность превосходила, то есть вообще даже без всяких каких-то задних мыслей, о, если так, действительно, чтобы он не подумал, что, чтобы никак не дискредитировать местный аллогический авторитет, он был готов пойти против того, что сам считал правильным. Правильно. Окей. Мы с вами сегодня начинаем новую тему. Меня слышно? Прием. Так. Должно быть слышно. Итак. Мы оставляем тему с эрвой, то есть с наготой и возможностью говорить благословение, читать шма, молиться. Три способа избежать этого, закрыть глаза, отвернуться, смотреть книгу. В каких случаях да, в каких случаях нет. Мы разбирали также места грязи, то есть существенно это именно где находится туалет. Да, а также если находится ЦОА и на самом деле в Чурханарухе и в Миштабуле очень много на это разделов и по отдельности, то есть очень все разбирается и далее. Но, да, мы прочитали ЦУРИ немножко поменьше. Да, и в принципе все охватили. Единственное, у нас остается вопрос. Я уже задал его, да, нашим Сфарадим, да, показал вопрос, он действительно есть в Йелгут-Юсефе и в короткой версии и большой версии, что в одном месте написано, что в Амбате можно ставить тейп и слушать. С другой же стороны, что твоя нагота не является причиной, чтобы это запретить. Гиргур разрешен, а с другой стороны написано, что Гиргур запрещен в средней комнате Мерхатс, где стоят люди голые, потому что там есть ЗУАМА. Ну, посмотрим, дождемся ответа. Окей. Альберт, у нас без ответа пока это вопрос, я ничего не пропустил? Да, да, пока это вопрос без ответа. Пока его задать некому, стира она есть. Ну, а что интересно, вот сейчас по островам, наверное, нету, но я даже в Мишнабруле нашел, что Рамо пишет Вот тебе, пожалуйста. Это Шульханарух и Рамо. Поэтому я не совсем понимаю такую реакцию, но вот. Что еще нужно? Это пишет Хофицхайм, а Рамо пишет. Ты начинаешь Третью мировую войну своими. Да, да, поэтому, поэтому, да. А Рамо пишет. Что еще нужно? Это просто полностью пока что ответ на наш вопрос. Просто стира непонятно. Стира непонятно в том смысле, что за ЗУАМА там. То есть не идея стира непонятно, а просто, что за ЗУАМА есть в душевой, общественной, против личной ванны. Вот это непонятно только. То есть то, что ИРУР можно, мы это уже поняли. Но почему именно там есть грязь, а в ванной нету грязи? То есть сейчас такие общие ванны, бани и так далее. Которые ИРУР запрещают. ИРУР запрещают, но там все вылизано, понимаешь? Все настолько чисто, да? То есть где, где, что за... Ну что, один, не один? Может там в бане несколько человек, а в душе один? Нет. А он же говорит, он только что прочитал, что напротив тебя голые мужики стоят, и ИРУР не запрещен. Это не в этом проблема. Да, но Ялкут Йосеф говорит еще больше. Он говорит... Даже во внутренней комнате бани. Много голых людей. Не все, но большинство. Моются горячей водой. АСУР АФИЛУ ЛЕГАР ГЕР ПАДИВ РАЙТУРА. Там нельзя даже... Так он это говорит, но если холодная вода, то голые мужики, это не проблема, чтобы думать о Торе. Вот именно. Вот, и он говорит только... Даже если нет никого в этом... Это дело, да, не в том, что ты видишь голых мужиков или нет, а дело в какой-то грязи. То есть, грубо говоря, грязи. Из-за грязи. Вот. А потому что ИРГУР, НЕГЕ ДЕРВА, вот, по Миштабруре, по Шухонаруху, по РАМО, я не знаю, у кого еще, по Лакут Йосефу. ИРГУР, я не понимаю просто, ИРГУР можно. ЗУАМА нельзя, туалет нельзя. ЗУАМА, вот какая-то грязь, которая свойственна именно туалету, она присутствует в этой бане горячей воды. И поэтому нельзя. А если просто ПИРЕДЕРВОЙ, ИРГУР, МУТАР. Ну, ИРГУР пишет МУТАР, Миштабруре пишет ЭНЬ ИСУР, а РАМО пишет МУТАР. Вот. Пожалуйста. Окей. Ладно, мы смотрим книги, а там посмотрим. Я спросил просто Сеть Парадьев. У ФИР тоже, он много лет, как его делал Кут Йосеф. И он был таким постоянным оппонентом, когда еще воины здесь были с Аллахой. Он постоянно говорил, что тоже на него так же приблизительно кричали. Поэтому, может быть, он что-то слышал про конкретно эту Аллаху. И я знаю точно, что он слышал, потому что он несколько месяцев ко мне назад подходил и говорил это. А ты знаешь, что в душе можно спокойно поставить урок и слушать? Прямо вот это. Вот это. Прямо это говорил. Я ему сейчас тоже написал. Посмотрим, что сказать. А? Важно, я не знаю. Я думаю, что я обязательно с ним прям с уроками поучился. Просто мне интересно. Не знаю, пусть покажет. Нет, ну что значит против этого тела? Вот РАМО. Да, он показал. Не-не, мне кажется, просто он против подхода самого. Он против подхода, Альберт. Вот ты точно сказал. Он просто не тот человек, который позволит. Он не тот человек, который может представить себе, зайти в душ и слушать Тору. Понимаешь? И он просто не ставит нас на свое, себя на наше место. И все. В этом вся разница. Нет, он говорит, что надо учиться всеми. Я говорю, ну ладно, ну сейчас кто это будет? Мы сейчас один закон будем рваучить. Вот спокойно. Месяца три. Просто к тому времени не останется не то, что никто на уроке на этом. Я сам, наверное. Это так не каждый может. То есть часто есть потребность именно в Аллахот Псукот. То есть как бы уже финальный Аллахот. Немножко понять. Немножко заглянуть. Учить как бы сейчас. Носеке лим. Тейть Йосеф и так далее. Это совсем другое. Надо в школе переходить и по 12 часов в день учиться. Окей. Продолжаем нашу программу. Итак. Мы начинаем. Аллахот Фила. Можно, пожалуйста, звук убрать? Витя. Да. Итак. Давайте посмотрим. А, нет, нет. Вот еще маленькую Аллаху. Хотел тоже в Якутии. Ее нету. Но не знаю. Решил ее пройти. Она совсем маленькая. Она есть в Мишно-Бруле. Все мы, как написано в Талмуде. Тело и плоть. И бывает, что человек не может сдержаться. Например, у него вздутие. И вот он находится посреди молитвы. Он не может себя сдержать. Говорит Шурхан Рох. Он чувствует, что все, он не может себя сдержать. И сейчас он испустит сказы. Вау. Вот это бомба. Вот как важно, да? Бухнаки. Если человек понимает, что по каким-то причинам сейчас, не знаю, что-то съел или что-то. И он не сможет сдержать свое тело в чистоте. До тех пор, пока не законит. То есть сейчас, вот на ближайшее время чтение Шма там и молитвы. Пусть лучше не молится и пропустит Зман Криак Шма. Пропустит Зман молитвы. Чем он будет молиться в этом состоянии, заведомо понимая, что он... Да. Сейчас будет молитвы. Да. Что-то такое. Вима варз мант фила. Анузу митпалель минхаштайм. И даже если прошло время полностью молитвы, он является анус. То есть он в ситуации форс-мажора. И поэтому в этой ситуации он может помолиться Минху два раза. Хотя он мог, у него было такое состояние физическое, что он не мог из-за того, что у него постоянно сильна какое-то вздутие или что-то. Но если ему кажется, что он сможет сдержаться на какой-то короткий промежуток времени, чтобы хотя бы сказать Шма, тогда пусть оденет филин только в момент между Агава и Шма и благословить на них скажет Шма. Окей. То есть максимально коротко. Вообще не было ничего предвещания, ничего не было. И уже это случилось, да. Прямо пахнулся в день. Бывает, знаешь, когда кто-то что-то съел, ты не знаешь, а потом они просто сразу так пахнут. Вот я надеюсь, что сейчас это будет. Да, сейчас это будет. Альберт, а у меня просто по-предыдущему возник вопрос. Ты можешь напомнить мне, пожалуйста, мы браху говорим внутри Шма, если одеваем тфилин? Внутри Шма, браху, да, говорим браху. Только между Галей и Сраэль не говорим браху. Везде мы сказали, что браху говорим. Альберт, а как мы воспринимали Шма, не начало Шма, а уже после Ашеме Локехе Мемед в плане отвечать амен на браху? Что это бен Апраким? Что это все как бен Апраким, да? А бен Апраким мы амен в принципе не отвечаем. То есть на Галей и Сраэль, если мы закончили браху до хазана Галей и Сраэль, там вообще нету мнения, что мы амен отвечаем, да? Да. А что касается Псукей де Зимрат, даже Бейна Апраким, мы да, отвечаем амен. А браху, да, мы там по идее все говорили, что надо по идее отвечать, но лучше не отвечать, правильно? И мы поэтому стараемся закончить это вместе с Хазаном, правильно, чтобы не попадать в эту ситуацию до самого Шма? Да. А уже Галей и Сраэль это уже не входит, да, в эту ситуацию, получается, вообще? Что не нужно повторять вместе с Хазаном? Ну, по сути, нет, это же как Бен Апраким получается, ты вообще освобожден. Ну, то есть тебе не нужно амен отвечать. То есть до Шма было сомнение, и говорили вроде как нужно, но лучше этого не попадать. И в благословениях до Шма, и в благословениях после Шма. Тот же самый закон. Нет, до Шма, брат, до Шма мы говорили, до Шма мы говорили, что по идее должен отвечать, но лучше не попадать в эту ситуацию. И Елкут Йосеф, по-моему, добавил, что даже если попал, не отвечаешь. Да, 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 все правильно ты говоришь. Но было много мнений, которые говорили, что нужно отвечать. Но было, что Хокоткай понимает, да, Шульфанарух, что нет, что все-таки если попал, нужно отвечать. Поэтому, чтобы этого избежать… Но Елкут Йосеф говорил, что даже если попал, не нужно отвечать. Да, да, да. А вот относительно последних проход, как это выглядит? Относительно последних. То же самое. Почему? Но начало шмаброхода это же не воспринималось как Бен Апраким, Альберт. Начальный проход на шмаброход это не как Бен Апраким, поэтому там проще было. А если все, что идет после середины шмаброхода это как Бен Апраким, то там в принципе нет никаких сомнений, что мы не отвечаем. Я не думаю, что это влияет, что это дает разницу какую-то качество. Ну как, если это Бен Апраким, как раз таки там у нас начальный проход шма было. Даже в благословениях до шма нельзя было, видишь, сомнена проблем. То есть еще больше проблема после, но тем более остается тот же закон, надо читать браху вместе с Пазановым. Какая может быть еще навхамина? К чему-то еще это может быть применимо. А касательно амена брахот, и там и там надо избегать того, чтобы не получился в эту ситуацию не попасть. Как раз таки мы уже отвечаем. Вот у меня вопрос на Гаал Исраэль. По-моему с Гаал Исраэль уже не такая ситуация. Потому что в начальных брахот, там было разделение от Абетоха Перек или Бен Апраким. Там было в принципе такое разделение. А потом мы говорим, что все воспринимается как Бен Апраким целиком. Давай, СМ, напишись, сформулируй вопрос. Я посмотрю, надо табличку нашу посмотреть, что там было, вспомнить конкретно. Итак, то есть у нас такая ситуация. Человек не может сдержаться, а он находится внутри молитвы. Как ему быть? Если изначально он понимает, что он в такой ситуации, лучше пусть не молится вообще. Важнее чистое тело, чем молитва. И мы знаем это, кстати. Человек находился, если он молился в состоянии, что он не мог сдержаться. О, Фир нам прислал ответ на наш вопрос. Так что сейчас будем слушать, что он там сказал. О, сейчас расскажет о всем. Всем привет. Всем привет. Всем привет. что бьет пищевая сур. Моя зоома, айза зоома? он не писал он не писал Субтитры сделал DimaTorzok это интересное вещи, я думаю, что здесь у Вас мягко что есть место воды на моем ими, это в чём? с ним, он говорит что это не ешь А почему, почему? когда мой дом доказал, что вот он был в моем креме, Могу того, что он был в моем креме, и он был в моем верхнем, и на месте он был лимоней, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что это важная тема, мы начнем ее с Шульхана Руха, и пойдем по всем, а потом прочитаем Китсур, и нам тогда будет приятно и понятно. Альберт, мы сейчас Камиду начинаем, да? Начинаем Амиду, да. Можно один вопрос спросить? Сколько уроков будет объяснение на Амиду? Уроков на Амиду, я думаю, будет, судя по объему, раз, два, три. Почему спрашивать, знаешь, почему, Альберт? Если сделать чисто на Амиду отдельно, чтобы просто побыть старше, чтобы можно было пересылать. С Шульхана начинать с первого урока, сразу Амиду начинай тогда. Кто попросит, что можно было, потому что, как бы сказать, пересылать именно Амиду, потому что некогда хотят именно Амиду услышать. Если можно, сегодня что-то научиться, а завтра с Амиду именно, только Амиду, 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 и все три урока кто захочет пересылать. Чтобы не запутать, кого поставят, ну, других людей. Если это не глупо, конечно. Если это не глупо, потому что многие спрашивали меня. Многие спрашивали, просто чтобы их разъяснить. Ну смотри, мы как-то что учим. Шалва, чтобы ты понимал, мы будем учить про Амиду. Время чтения Амиды, а не саму Амиду, может быть, разбирать. Что думать? Каванод, да, про Каванод. Про что надо думать? Каванод у нас уже был. Мы разбирали Каванод. Две Каваны. Что Кавана делится на два аспекта. Первое – предстать перед царем. И второе – понимать слова. Это то, что мы называем Кавана. И это понятие мы учили Кавану отдельно. Она относится ко всем молитвам. Включая Шмуна и Сре. А Рамбам пишет, что все это касается первого благословения Шмуна и Сре. Первого благословения. А вот. И там есть пять шитот. Сегодня мы разбирали, да, утром. У нас еще есть утренний урок про молитв. Куда? Можно вот сюда. Куда? Эту решетку нам объяснить. Когда? Сейчас уже. Ой, нам 15 минут еще надо. Давайте 15 минут, ладно? Потому что сейчас неудобно. Окей. Шалва, ты хотел, чтобы мы сегодня не начинали? Если можно, чтобы с этого урока чисто отдельно, чтобы можно было переслать. И просто сегодняшний у нас останется 15 минут. Просто именно конкретно, чтобы была Амеда отдельно. Отдельные чисто уроки. Чтобы можно было это переслать кому-либо. Если это никто не против этого. Да, можно просто здесь остановиться тогда. Вопросы есть какие-то еще? Давайте посмотрим. Что-то другую тему какую-то рассказать, да. Да, давайте еще одну тему, потому что я гру-то закончил. Вот еще много. Про Баалькери мы говорили. Что Баалькери, кстати, это касается и Диней Агмиквы. В Ёмкипур тоже. Баалькери просто встает под душ. Девять кавов. То есть должен провести под душем 12... Сколько мы сказали? Двенадцать с половиной литров, да? Воды должен из себя вылить. Кто включил звук? У меня. Я ответил сейчас. Безусловно. Вот так. Что еще здесь? Смотрите, когда Хикмина маем с руками, отдалиться нужно от жидкости, да, какой-то испорченной. Да, как и от Мейра Глайм. Нужно отдалиться, если, да, чтобы можно было, да, молиться там, где есть Мейра Глайм. Нужно отдалить туда, рвить воды. Альберт, а что делать, если туалета нет, а есть писсуар? Писсуар, он как бы, например, на вот Ирур, на это мысли Аторе, на вот это Зуама, так же распространяется или нет уже? Давай, знаешь, как это узнаем? Я не знаю, где никто не разбирал на писсуары, на туалеты по отдельности. Понятно, что в чуха на руки мы это не найдем. Но, вы знаете, что можно понять? Мы только что учили про ШМА. Вот есть целый сейф, который говорит, в каком месте, в каких местах можно читать ШМА. Вот давай посмотрим. Тут будет как бы и то, и то разбираться. То секал и это. Поэтому сейчас посмотрим, есть ли разница. Может быть, это одно и то же. Может быть, писсуар это то же самое, что и туалет. Просто писсуар, знаешь, писсуар, если было бы запрещено, мне кажется, тогда и в холодной воде бани и так далее это все было бы запрещено. Потому что ты никогда не знаешь, да, что-то. Не знаю. Не знаю. Не знаю. А? Да нет, ты че. Слушай, какие вещи говорят, что некоторые даже в душе, когда понимают, могут такое исполнить. По большому. По большому, да. А потом стоит, иногда его туда забирать. Ой, вы можете. Да. Да. Да, нет. Безусловно, есть разница. Безусловно, есть разница. Безусловно, есть разница. Афилу не дам между пидой или мектами. Давайте посмотрим. Безусловно, есть разница. Афилу шага, где игнорит пулла, и не нужно было бы запрещено. Так, ходить по грязным местам, по сочным каналам, афилу ахер бедеврей Тора, ассур, в бейт-хокиссе, в бейт-хамерхац, и в меком хат-инофет, в меком шьеш бутсуа, умей раглайн. Вот, пожалуйста. Там запрещается даже ле ахер бедеврей Тора, в бейт-хиссе, бейт-хамерхац из-за зоама, и бейт-хамер хат-инофет, в грязном месте, просто. Что такое хат-инофет? Это маком шьеш бутсуа умей раглайн. Понимаете? То есть, если просто есть канава, по которой идет, тоже является... Это даже гиргуздов еще там. То есть, по идее... Это еще не отвечает на наш вопрос вообще. Почему? Потому что пусуар чистый? Ну, потому что он чистый, конечно. Возможно, по-большому, когда человек ходит, он создаёт... Нет, ну, когда он ходит по-большому, возможно, от этого формируется нечистота этого места. То есть, нечистота, возможно, формируется от того, что человек ходит в туалет по-большому, а не потому, что он идет по-маленькому. Вот, Ромо добавляет... Афину Гилхота Мерхац... Асур Лильмот Бомерхац... Даже законы туалета, законы бани нельзя учить бани. Окей. Два-рим Шерхоль Мутарла Омранша. Билшона Ходэш... Ну, черезayan... Так он, Рахум, вренал, в принципе, за... Ну, ты посмотрим, кто-то комментирует... Ну, там, наилеглайн... Метинко-матинопель. Да, есть, что то есть. Так, так, так... Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я про это и говорю, если их сейчас нету, но ты пошел в общественный душ, а кто-то там в душе расслабился, да? По-любому, ты никогда в жизни не можешь контролировать, да, такие эти? Поэтому это место заведомо считается таким, если это люди себе позволяют. Понимаешь, что они в душе по-большому не сходят, но по-маленькому помогут? Вот это, наверное, и ответ Зуапа. Это и говорит о том, что когда ты в месте, где много людей, ты уже должен относиться к нему, как по-любому кто-то сейчас где-то там в одной из душевых кабинек. И поэтому там запрещен Гиргур даже про Гуд Юсеф. А дома, когда ты сам... Ну, а тогда холодная вода как это меняет? Ты не можешь, сейчас все сжимается. Я не знаю. Да, да, может быть, в этом дело ты не ослабишься. Холодная вода остается... Не совсем, Альберт, я не согласен, потому что это, может быть, должно быть Маком Кавуа, да, может быть, Маком Кавуа для этого должно быть, потому что... Не знаю. В общем, надо спросить. А, предназначенное для этого место, да? Ну да, а если не Кавуа, но при этом... Ну, мы говорим про Баню, они вообще для этого не предназначены. Ну, а почему Баню, почему? Не, ну не с холодной же водой. Ну, не знаю. С другой стороны, если у тебя ребенок в комнате через раз там, я не знаю, описывался, да? Что тебе в этой комнате теперь нельзя молиться, если ты это самое убрал ее, почистил. Есть место предназначенное, есть место, которое не предназначено, но это может происходить. И вопрос, что, может, там тумы уже такой нету, грязи именно, само по себе на месте, а просто по факту, либо чисто, либо не чисто. Да, да. Окей. Посмотрим. Давайте запишем тоже. Ну, вот я как бы из того, что пока вот следует, что вроде разницы нету. Предназначенное для, то есть, когда мы говорим туалет, мы говорим, место, которое уже предназначено для этого, для исправления нужды. Не видел я, чтобы было написано, что именно такой нужды, кто или нет, а просто исправление нужды. И то и то называется нуждой. Но давайте, да, давайте поищем, давайте уточним. Если место, в котором только одно делается. Окей, работай, давайте на этом остановимся на 4% на телефоне, чтобы не прервалось само по себе. Мы здесь остановимся и завтра тогда по вашей просьбе начинаем. А, подождите секундочку, работай. Завтра у нас пост. Послезавтра у нас пурим. А, ну хорошо, пурим у нас пустоты и так урока нет. Ну, окей, да. Давайте там завтра посмотрим. Либо с завтрашнего дня, либо с воскресенья уже начинаем шму найсре. Ныряем, мы закончили с вами проход, закончили шма випсукете земра. И сейчас говорили вообще, в общем, о том, как можно, да, где можно, что можно молиться про айргот. Сейчас переходим к большому такому разделу, называется шмуна эсре. Уже, да, это четвертый час, а не третий час. Сейчас все будем говорить про шмуна эсре, про молитву в пива. Окей, окей. Тогда на этом останавливаемся. Прощаюсь с вами. Чеширко, всем. Сазаку, Вау. Участие. Давайте, мой брат, хорошего всем дня. Чеширко.